Добрый день, уважаемая аудитория! Разрешите мне представить вашему вниманию работу, посвященную оценке антиоксидантного статуса организма при лечении комбинированной термической травмы холодной плазмой. В России по частоте распространенности термические ожоги занимают третье место среди прочих травм. В патогенезе развитие метаболических нарушений при термической травме в ответ на респираторный взрыв нейтрофилов после ожога, а также вследствие поступления в кровь продуктов распада поврежденных тканей в период ожогового шока и токсими, отмечается рост активности ферментов антиоксидантной системы защиты. Одним из устойчивых продуктов свободно-радикального окисления является молоновый диальдегид, повышение концентрации которого является отражением интенсивности свободно-радикального окисления. Кровь в первую очередь подвергается действию токсических веществ, попавших в нее из-за ЧГ термического повреждения, поэтому ее анализ позволяет обнаруживать патологические изменения в организме, следить за развитием патологического процесса и судить об эффективности лечения. При этом необходимо исследовать патогенез термической травмы и ее лечения, в частности, состояние печени, которая выполняет функцию детоксикации организма. Исследование особенностей антиоксидантного звена при термической травме в крови и печени, а также поиск путей их коррекции, является актуальным. В последнее время в медицинской практике нашло широкое применение скальпеля-коагулятора-стимулятора воздушно-плазменного плазон. В основу его действия положено влияние на ткани организма потоков воздушной плазмы для получения хирургического и терапевтического эффекта. При этом плазон является источником не только холодной плазмы, но и оксида азота, образующегося вследствие плазмохимических реакций. Аппарат предназначен для коагуляции, стерилизации раневых поверхностей, рассечения тканей плазменным потоком с температурой до 4000 градусов по Цельсию, а также для стимуляции репаративных процессов при лечении ран и других поражений и наружных покровов и мягких тканей газовым потоком с температурой до 40 градусов по Цельсию. Плазма известна как четвертое состояние вещества наряду с твердым, газообразным и жидким и образуется, когда высокоэнергетические процессы лишают атомы и их электронов, приводя к образованию высокотемпературных ионизированных газовых потоков. Холодной ее называют, потому что ее температура в точке воздействия не превышает десятков градусов. Таким образом, холодная плазма и это ионизированный газ комнатной температуры, состоящей из активных частиц ультрафиолетового излучения и свободных электронов. Именно наличие активных частиц при общей нейтральности газа наделяет низкотемпературную плазму уникальными свойствами. Целью исследования явилось изучение в динамике удельной активности антиоксидантных ферментов сот и каталазы, а также концентрации малонового дельгидов в крови и печени при комбинированной термической травме до и после лечения холодной плазмы, содержащей оксид азота. Исследование проведено на 70 самцах крыс линии вистор массой от 200 до 250 грамм. Животные были разделены на 7 равных по численности групп. Первая группа – интактные животные. Вторая, третья и четвертая – контрольные. Пятая, шестая и седьмая группа – опытные. Животным контрольных и опытных групп моделировали комбинированную термическую травму путем нанесения контактного ожога нагретой металлической пластиной на предварительно апеллированные 20% площади поверхности тела в течение 3 секунд и ингалирование продуктами горения в эксикаторе в течение 10 секунд. Животных выводили из эксперимента на первые, седьмые и четырнадцатые сутки. Крысы пятой, шестой и седьмой групп ежедневно облучались потоком воздушной плазмы с помощью аппарата плазона на расстоянии 1 см от ожоговой поверхности в течение 2 минут. Вследствие малой продолжительности жизни молекулы оксида азота, а также конструктивных особенностей аппарата концентрация оксида азота на оси плазменного потока достигающая ожоговой поверхности составляла порядка 3000 ppm. Для исследования биохимических показателей использовали гемолизаторы троцитов и гангенат печени. Повышение активности свободно-радикального окисления наблюдалось сразу после получения ожоговой травмы, что соответствовало литературным данным. Исследование концентрации стабильного вторичного продукта перекисного окисления липидов малонового дельдегида при комбинированной термической травме показало статистически значимое его повышение в эритроцитах в 1,5 раза на 1,7 и 14 сутки по сравнению с нормой. Применение холодной плазмы привело к статистически значимому снижению уровня МДА в эритроцитах в 1,7 раза на первые сутки, в 1,11 раза на 7 сутки и в 1,27 раза на 14 сутки по сравнению с показателями животных без лечения. При этом содержание МДА в эритроцитах оказалось повышенным на все сутки после лечения по сравнению с нормой. Таким образом, полученные результаты позволяют высказать предположение оккупирования прооксидантной активности при терапии термической травмы с помощью аппарата Плазон. После нанесения комбинированной термической травмы также было обнаружено статистически достоверное повышение концентрации МДА в гомогенате печени в 1,25 раза, на первые сутки и в 1,43 раза, на 14-е сутки эксперимента по сравнению с нормой. Однако, в отличие от эритроцитов, применение холодной плазмы, содержащей оксид азота, привело к повышению концентрации МДА в печени в 1,27 раза на первые сутки, в 1,48 раза на седьмые сутки и в 1,13 раза на 14-е сутки по сравнению с показателями крыс с травмой без лечения. Таким образом, повышение составило 1,6 раза на первые сутки в 2,7 и 14-е сутки по сравнению с нормой. В результате эксперимента обнаружено статистически достоверное компенсаторное повышение удельной активности сот в эритроцитах в 1,72 раза на первые сутки после нанесения ожога, в 3,29 раза на седьмые сутки, в 2,75 раза на 14-е сутки по сравнению с нормой. Как известно, после попадания в кровоток продукты свободно-радикального окисления разрушают клетки таких органов, как селезенка, печень и почки, что активирует дополнительный выброс антиоксидантных ферментов в кровеносную систему и их работу. Применение холодной плазмы с оксидом азота на ожоговую поверхность способствовало снижению удельной активности супероксидисмутаза по сравнению с показателями крыс травмой без лечения, вызвав нормализацию активности супероксидисмутаза к 14-м суткам после ожога. При этом удельная активность супероксидисмутаза осталась повышенной в 2,2 раза на первые сутки и в 2,15 раза на седьмые сутки. Проведенное исследование показало статистически достоверное повышение активности супероксидисмутаза в печени в 2,4 раза на первые седьмые сутки и в 2,5 раза на 14-е сутки после нанесения комбинированной термической травмы. Под влиянием экзогенной энотерапии отмечен рост удельной активности фермента в 1,11 раза на седьмые сутки, в 1,7 раза на 14-е сутки после эксперимента относительно исследуемого показателя у животных скомбинированной термической травмы без лечения на соответствующие сутки, что вероятно обусловлено эффектами оксида азота, входящего в состав холодной плазмы. Применение холодной плазмы, содержащей оксид азота, также способствовало достоверному повышению активности супероксидисмутаза в 2,6 раза на первые сутки, в 2,7 раза на седьмые и четырнадцатые сутки эксперимента по сравнению с нормой. Не менее важным представлялось исследование активности другого фермента антиоксидантной защиты – каталаза, которая, кроме дезактивации перекиси, способна восстанавливать альтегиды, а регулируемые каталазы реакции, аналогично СОД, не требуют энергии для ее активации. Проведенное исследование показало повышение удельной активности каталаза в эритроцитах в 2,4 раза на первые сутки в 2 раза, на седьмые сутки и в 6,9 раза на четырнадцатые сутки после нанесения ожога по сравнению с нормой. Установлено уменьшение удельной активности каталаза в 1,64 раза на 14-е сутки лечения комбинированной термической травмы плазоном по сравнению с данными комбинированной термической травмы без лечения. При этом активность каталаза была выше в 3,13 раза на первые сутки и в 2,83 раза на седьмые сутки по сравнению с нормой. Повышенная активность фермента на 14-е сутки может объясняться, повторюсь, второй функцией каталаза. Таким образом, помимо дезактивации перекиси, она утилизирует альдегиды, накапливающиеся в ходе протекающих во время ожоговой болезни процессов. При исследовании удельной активности каталаза в гомогенаде печени выявлено статистически достоверное ее увеличение более чем в 3 раза на все сроки измерения. Применение холодной плазмы, содержащей оксид азота, оказало статистически достоверное снижение активности каталаза в печени в 1,28 раза на первые сутки и в 1,27 раза на седьмые сутки по сравнению с показателями крыс с ожогом без лечения. При этом удельная активность каталаза была повышенной в 2,5 раза на первые и седьмые сутки и в 1,6 раза на 14-е сутки по сравнению с нормой. Полученные данные позволяют предположить вероятность снижения активации фермента за счет снижения концентрации продуктов перекисного окисления в крови. Таким образом, при применении холодной плазмы, содержащей оксид азота, можно предположить выход ожоговой болезни стадии таксимии между первыми и седьмыми сутками. Об этом свидетельствуют в первую очередь данные об активности супероксид дисмутаза. Более высокая активность каталаза при лечении комбинированной травмы с помощью холодной плазмы, содержащей оксид азота, позволяет предположить снижение активности образования перекиси водорода после воздействия плазона. Снижение удельной активности каталаза в печени при лечении термической травмы относительно данных без лечения может быть объяснено снижением концентрации продуктов свободно-радикального окисления в крови, приводящим к снижению активности фермента в ответ на термическую травму, что подтверждает в том числе и данная концентрация МДА как в крови, так и в печени. Таким образом, применение плазона при лечении термических травм позволяет снизить прооксидантную нагрузку на организм, сократить время лечения, восстановить антиоксидантный статус организма и таким образом увеличить скорость заживления раны. Благодарю за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. У меня сразу такой вопрос, я не понял. Печень, селезенку и еще что вы изучали? Какие органы-то? При выведении из эксперимента у животных забирали кровь. Вообще, в литературных данных есть указания на то, что клетки и селезенки разрушаются, но в наших исследованиях мы ее не забирали. Ну, я понял, вы только печенью занимались, да, и в печени смотрели? Нет, нет, мы смотрели еще легкие, сердце, почки, помимо печени. Помимо печени. Просто в докладе как-то не очень ясно это прозвучало. Спасибо, пожалуйста. Еще вопросы к докладчику. Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Большое спасибо за интересный доклад. Вот такой вопрос. А как технически осуществляли воздействия холодной плазмы на рану? У плазона есть, даже не знаю, как назвать. Так вот, если бы показали хотя бы на фотографиях, чтобы более понятно было, каким образом лечение проводится. Не, аппарат-то видный был, да. А как методика осуществляется? Методика осуществляется на раневую поверхность. Вот если, например, вот эта вот, например, раневая поверхность, ожоговая, есть у плазона как манипулятор, что ли, или аппликатор. А то есть вы плазмой обрабатываете раневую поверхность, так? Просто, просто обдувание газовым потоком плазменным. Просто на расстоянии. Вот заканчивается аппликатор, и раневая поверхность расстояния здесь становится... Понятно. А как-то время обработки обговаривается? Какая площадь? Площадь ожога? Ну да, то есть там, может быть, там несколько сантиметров, или, может быть, там больше какие-то площади обрабатывать можно. Какие возможности аппарата, так в целом? 20% поверхности, вот, площади тела, это где-то, ну, 2 на 3 сантиметра. По времени сколько занимает обработка? Обработка 2 минуты. 3 квадратных сантиметра, это 2 минуты, да? Угу. А если площадь большая, то, например, там 20 квадратных сантиметров, 30, сколько надо будет час обрабатывать? А это нужно смотреть уже по стадии ожога, по степени, по степени ожога. Ну, ориентировочно, 20 квадратных сантиметров ожог, сколько нужно обрабатывать? Ну, 2, ну, 3 степени, скажем. 2-3 степени. А это стоит, мне кажется, исследовать. У нас просто был 2-й, 2-й степени ожог. Ну, 2-й степени, там же практически ничего нет, покраснение кожи просто, и все идет. А температура плазмы какая была? Холодная плазма, ну, там не больше 40 градусов. Она на самом деле холодная. 40 градусов. Хорошо. И какие расходные материалы для этого аппарата, которым вы работали? Что для этого нужно, чтобы он функционировал? Для него требуется охлаждающая жидкость, чтобы охлаждать. Ее отдельно приобретают каким-то образом, да? А? Отдельно приобретают. Это спирт. Силовый спирт. Спирт просто берется, да? И стоимость этого аппарата сколько? Трудно сказать. Извините, я так и раз… Вот эти вопросы больше практические, потому что, ну, теория хорошо, но знать, как это практически применять, что нужно, скажем так, эту работу в дальнейшем продвигать. Ну, хорошо, спасибо большое за ответы. Спасибо, еще вопросы. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, а у вас воздействие осуществлялось на поверхность? Исследовалось органы, да, гемогенизатор и ретроцитов, гемогенизатор и печень. Какой механизм? От поверхности действия вот этого до клеток. Почему появляется антиоксидантное действие через поверхностные структуры? Я сделала такое предположение, что это вызвано тем, что в состав холодной плазмы с оксидом азота, разумеется, входит оксид азота сам, который активирует циклическую гонелоциклазу, способен вызывать, ну, повышать выработку ферментов, в том числе антиоксидантных, повышая антиоксидантный статус организма. При этом также в состав холодной плазмы входят другие активные вещества, которые уже дают ему некую антибактериальную активность. Нет, у меня, знаете, какой был вопрос? Что у вас поверхность, я послушала, у вас очень маленькая поверхность воздействия, небольшая, а эффект, внутренний эффект данного прибора очень значительный. За счет чего такое потенциирующее такое действие получается? Я не совсем поняла сейчас. Ну, то есть у вас внешние воздействия, а вы смотрите, что у вас изменения антиоксидантные идут в печени и в клетках. За счет чего вот такой происходит эффект? Я понимаю, на внешней, да, на коже вы бы увидели, все понятно. А почему внутренние эффекты запускаются? За счет крови. Кровь производит обмен, так сказать, между обрабатываемой поверхностью и внутренними органами организма. За счет этого уже происходит организмное действие на организменном уровне. Спасибо большое. Еще вопросы к докладчику есть? Пожалуйста, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста, человеку поднесите. Спасибо. А к тому же вопросу, ну, вы говорите всего на 2 минуты облючения. И мы так предполагаем, это капиллярная кровь. То есть сколько, какой объем крови он может облучать, и 3 квадратных сантиметра, чтобы такие эффекты дать. Вот это нам, как к ленту, не доходит. Может, вам, как ученому, может быть, это понятно, но объясните нам, пожалуйста. Как он дает такой эффект при такой маленькой площади и облючение всего на 2 минуты? Извините, а можно вас попросить повторить, пожалуйста, ваш вопрос, но... Так, вопрос очень простой. По-моему, предыдущему там этого, а вы ответили, что облучение, это процесс всего 2 минуты, правильно? Еще квадратура, которая площадь 3 квадратных сантиметра. Там не 3 квадратных сантиметра, там 20% площади, поверхность площади тела 20%. А, 20% площади тела? Маленькая, там 3 на 2 где-то сантиметра получается. Ну, 6 квадратных, 3 на 2 это 6 квадратных сантиметра. Но поверхность площади тела 20%? Ну, чтобы, вот это мне непонятно, всего на 2 минуты. И если с поверхности вы на капиллярный кровь, то там не такой поток, не скорость там крови, чтобы это очень огромное количество крови облучаете, что он идет в печень, я не знаю, селезенку и так далее, чтобы такие антиоксидантные. Вот это нам непонятно. Азонотерапия ясна. Далее системно ввели 500 миллилитров и так далее, и так далее. Это, да, это эффект, и это объяснит научно, и экспериментально вы видите, и клинисты там ясны. Ну, видите. А здесь из-за того, что, во-первых, сейчас нету, то есть этого аппарата, то есть это мы не знаем в клинике, мы еще не использовали, то есть просто мы теоретически хотим понять, это реально ли этот, вот такая маленькая поверхность, вот такой капиллярную кровь вы облучаете из меня, и эффект мы получаем почти на равный с азонотерапией. Вот это вы предлагаете, как бы, это новая медицинская технология, правильно я так понимаю? Вчера тоже было пару докладов, просто у меня возможности не было спросить, потому что сам не понял, о чем суть. Если сможете, там объяснить нам, пожалуйста. Облучение происходит именно 20%, я повторюсь, 20% поверхности площади тела, это поверхность не такая уж и маленькая, по сути. В соотношении, например, если у человека эти были 3 на 2 сантиметра, и у крысы... Извините, я забыла вопрос. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Если нет, давайте перейдем к следующему.